Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» на канале ЛДПР-ТВ в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Европа испытывает энергетический шок. Цена на газ накануне приблизилась к отметке в 1000 долларов за 1000 кубометров. С весны этого года это уже четвертый скачок цен на природное топливо. Одна из ключевых причин ценового взрыва – низкий запас в европейских подземных газохранилищах и сокращение поставок топлива «Газпромом» по трубопроводу «Ямал-Европа». В первую очередь от повышения стоимости газа пострадает бизнес. Крупная британская компания уже объявила об остановке заводов по производству удобрений. Владимир Жириновский предсказывал подобную ситуацию еще 15 лет назад, но тогда к его словам не прислушались. Сегодня председатель ЛДПР заявляет о катастрофическом положении в области изменения климата. Вот каков его прогноз на ближайшие годы. Кризис главной природы. Реально мы с вами почувствовали потепление климата. Эти страшные ураганы, резкая жара. Десятый год вы не помните в Москве. Все было в дыму. Горели в шатуре торфянники. За это Лужков потерял пост. Одна из причин. То есть из жадности и недоверия друг к другу мы не можем остановить потепление климата. И перспектива самая плохая для нас. У нас здесь на сваях все. Тундра вечная мерзлота. Если начнется таяние, поплывут города, дороги. У нас будут внутренние беженцы. Они будут спускаться на юг. А здесь Средняя Азия взорвется. Воды нет. И она пойдет наверх. Вот и слеснулся. Два потока. Климатические беженцы. Вот это страшно. То же самое здесь. Латинская Америка захлестнет США. Тут 500 миллионов. Они все поднимаются наверх. Уже южные штаты снова говорят на испанском. Европа вся погрязнет. Африканцы затопчут ее. Затопчут. И здесь конфликт. Китай, Япония, Корея, Индия. Они ни о чем не договорятся. Поэтому климат, экономика и мораль в чем-то. Это вот главные такие проблемы. Но вот таким поджигателем войны будет вот вода. Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины «Спутник Ви». Дело в том, что одна из фабрик, где производится препарат, не соответствует новой практике производства. Владимир Жириновский считает это очередными придирками. Он полагает, что достижение российских вирусологов достойно того, чтобы о них знал весь мир. Лидер ЛДПР отметил, что многие из ныне привычных вещей принадлежат авторству именно русских изобретателей и ученых. Современная Россия, во-первых, самая мощная в мире армия. А на первом месте безопасность, понимаете? Армию не покушаешь. Но над нашим небом ни один самолет никогда не полетит. Ни одна бомба не упадет. А сегодня бомбят полпланеты. Но это достижение, которое трудно осознать. Ну, живем в мире и хорошо. Во-первых, это мы самая мощная в военном отношении страна. Самая мощная. Кстати, если американцам обломился мусульманский мир, то Россия вообще не по зубам. Они везде нас обложили базами, противниками, но ничего не получится. Второе. Техническая мысль. Интернет где у вас? Где интернет? Ну? В каждом доме. Кто изобрел? Вот, пожалуйста. Русские инженеры. Самолеты кто изобрел? Русские инженеры. Телевизор кто изобрел? Социологию кто изобрел? Все лучшее, что в мире есть, русская техническая мысль. Что с ними сделали большевики? В тюрьму. В лагеря и выгнали из страны. Сикорский в Америке, Зворыкин в Америке, наш конструктор наших кораблей. Королев. Где? В Магадан. И умирает до 60 лет. Во время операции нельзя было ему пропустить там какой-то прибор. Потому что НКВД там следователь ему скулу проломил. В Лужков. Самый лучший в мире пневмотранспорт. То есть большой такой вот труба. И под сильным давлением контейнеры идут со скоростью 5000 км в час. Владивосток, Москва, 2 часа. Какой шелковый путь Китаю? Какие морские перевозки? Пневмотруба, Владивосток, Москва. Москва, Брест, Гамбург. Ну где она? Валентин Иванович Лужков. В Америке. Он у нас умирает, а его изобретение в прошлом году американский предприниматель запускает в производство. Большевики отказались. От всего отказались. Тормозили. Кибернетика, буржуазная наука. Генетика, буржуазная. Интернет, зачем нужен интернет? Да вы что? Все остановили. И вы этого не знаете. Вам об этом не говорят. Решение проблем в ручном режиме. В Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел очередную телевизионную прямую линию. На этот раз было решено обойтись без журналистов, чтобы как можно больше хабаровчан смогли задать интересующие вопросы. Обращений было много. Глава региона постарался дать развернутый ответ на каждый из них. Это четвертая прямая линия, которую проводит глава региона. В этот раз она состоялась без участия журналистов, чтобы как можно больше рядовых жителей Хабаровского края смогли выйти на связь с Рио губернатора. Среди актуальных вопросов, которые волнуют население, строительство школ. Михаил Дегтярев рассказал, где в ближайшее время появятся новые образовательные учреждения. Минпросвет России одобрил нашу заявку на строительство школы на улице Демьяна Бедного. Это тоже в Хабаровске. Тоже на 1100 мест. И на Ореховую сопку мы заявили. Две школы по 1100 мест, чтобы параллельно, как в строителе, чтобы не получилось. Построили микрорайон, школу забыли. По словам главы региона, новые школы достроят в Мичуринском и в Найхине уже в этом году. А в ближайшее время и в других населенных пунктах – Бриакане, Сусанино, Вяземском и в Чикдамыне. Также 800 учеников сможет принять новое учебное заведение в городе Бекин. Строительство сразу двух школ запланировано и в Комсомольске на Амуре. Жители города юности, обращаясь к Михаилу Дегтяреву во время прямой линии, поинтересовались, когда же они снова смогут гулять по своей набережной, которая все еще в стадии ремонта. Третий этап в этом году сдадим. Видимо, уже в холодах, ничего не сделаешь. Там были проблемы в проекте. Кстати говоря, по оборудованию фонтана оказалось, что как будто хозяина не было в крае. Все затопило в наводнение, все там пришло в негодность, все эти насосы. Никто не позаботился о том, чтобы их оттуда достать или герметичность соблюсти. Поэтому мы сейчас еще и этим занимаемся. Еще насосы эти перебирают наши подрядчики, чтобы фонтан запустить. В городе юности в порядок приведут и дворец культуры, и судостроитель. Финансы уже найдены, осталось подготовить проект. Видеообращения на прямую линию поступали и от самых маленьких жителей края. Девочка Маргарита рассказала, что слышала про школу «Мечтолет» и очень хотела бы в нее попасть, чтобы научиться рисовать мультфильмы. Михаил Дегтярев отметил «Мечтолет – гордость края» и пообещал, с ребенком свяжутся, чтобы помочь в осуществлении желания. Подчеркнул, Хабаровский край продолжит развивать творческие направления. К 2024 году в столице региона появится первый технопарк. «Тоже хорошая новость, нам подтвердили. В 2022 году 250 миллионов, в 2023 еще 250. Это плюс к частным деньгам. А там несколько корпусов, где будут работать вот такие творческие люди». В ходе прямой линии было также проанонсировано строительство спортивной бесплатной площадки для детей и взрослых. Она появится на стадионе имени Ленина. Глава региона отметил неправильно, что на берегу Амура сложно проводить время интересное и с пользой, без денег. Прокат, аттракционы – все платные. Правительство взялось исправить ситуацию. «Вот на такую площадку мы потратим серьезные средства на следующий год. По самым последним всем технологиям сделано». Без внимания не осталась улица Павла Морозова, по которой все еще сложно передвигаться на автомобиле. Глава региона разъяснил – под дорогой подмыло коллектор. Чтобы не подвергать жизни людей опасности, принято решение изменить схему движения. Начать ремонт не позволяет по-прежнему высокий уровень Амура. Как только ситуация позволит, городские службы приступят к замене коллектора. Экскурсия по местам боевой славы советских солдат как способ познания своей личности. Студенты Института мировых цивилизаций накануне отправились в трехдневный тур. С почестями и напутствием их провожал наставник, основатель вуза Владимир Жириновский. Москва, раннее утро, поклонная гора. Владимир Жириновский провожает студентов Института мировых цивилизаций в трехдневный тур по местам боевой славы советских солдат времен Великой Отечественной войны. В поездках вы быстрее раскроетесь. У вас заложен талант. Талант заложен. А как его раскрыть? Это же не коробочка. Это сочетание каких-то навыков, дремлющих, спящих в вашем организме. И вот движение, вы видите, у вас восхищение, восторг, нервная система играет. И где-то, возможно, проклюнется какой-то новый для вас, так сказать, навык. Когда вы заставите мозг, ваши глаза будут видеть движение. Вот она, страна. Они будут шевелить ваши мозги. И не только в плане будущей профессии найти себя быстрее, чтобы вам жизнь была в удовольствии. Ведь большинство людей занимаются нелюбимым делом. Такие экскурсии – инициатива самого лидера ЛДПР. Студенты института абсолютно бесплатно отправляются в разные уголки страны. Изучить ее историю не только по страницам учебников, но увидеть воочию цель таких поездок. Мы регулярно совершаем такие поездки и по стране, и за рубеж. Наши студенты были во многих городах Владимирской области, Ярославской, Смоленской области. И были за рубежом в Китае, в Европе, Австрии, Германии, Италии. И это мы будем продолжать. Мы познаем мир не только в аудитории, не только со слов преподавателей, а реально встречаясь с носителями языка и встречаясь и изучая историю на местах. И Владимир Вольфович все время говорит о том, что это необходимо продолжать, и мы будем продолжать. Но уникальность нашего института в отношениях со студентами заключается в том, что мы это проводим за счет средств института. Ребят ждут Смоленск, Минск, Брест. Программа насыщенная. Студенты в предвкушении. Очень ждем. Все собрались, все очень сильно рады. Мы часто ездим, между прочим, с нашим институтом в разные поездки. И вот опять снова собрались все вместе, встретились только начало учебного года и решили поехать тоже. Хочется сказать большое спасибо за предоставленную возможность нашему ректору Институту мировых цивилизаций Олегу Николаевичу Слободчикову и учредителю института Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Эта поездка была запланирована на июнь, но из-за пандемийных ограничений была перенесена. Главное, что она состоится. И было бы совсем неплохо другим вузам взять пример и проводить такие познавательные экскурсии. История будущего складывается сегодня, а без понимания и знаний прошлого она может и не состояться. И к этому часу у меня все новости. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова